Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сейчас снимаю экстренный видеоролик, видеоответ на сообщение в комментариях на канале YouTube Милы Нартовой. Она написала, что сгорела высаженная рассада. Ну там, короче, такое сообщение, прям крик души, что высадила, было жарко, она сгорела, остались одни ниточки, что делать? И там и белые листы обгоревшие, ну белый лист это, когда у рассады, у высаженной в жару белый лист, это, конечно, солнечный ожог. И у нее пишут, что остались только тоненькие ниточки, все верхушки сгорели. Вот что делать, если у кого-то есть такая ситуация, у меня такая ситуация нынче есть, и как раз такой счастливый случай, что я могу показать вам и рассказать, что с ней делать, вот с этой сгоревшей рассадой. Есть два варианта. Если у вас есть чем заменить, если осталась у вас рассада, конечно, лучше заменить. Потому что если мы будем выращивать ту, которая сгорела, вырастить ее можно, но урожай будет немножко попозже. Но если такая ситуация, что вы живете где-то, например, в деревне, где нет рядом рынка, негде купить и не у кого взять, то будем выращивать ту, которая сгорела. В качестве примера я сейчас покажу вам рассаду, которая у меня в таком же плачевном состоянии. Я уже говорила, что когда высаживала, после этого была жара, 7 или 10 дней у нас было 30, 32, даже 33. И не все одинаково перенесли. Вот я вам показываю сорт, это жиростойки, болезнеустойчивые. Видите, как хорошо он перенес. Вот это поле я высаживала вместе. А рядом есть другие экземпляры, которые перенесли высадку в такую жару вот так. Вот они они. Вот те самые белые ниточки, про которые пишет Мила Нартова. Видите, была рассада полноценная, с верхушкой. Она до того за последующие дни так обгорела, что у нее осталась вот эта белая ниточка. Но даже такую рассаду, конечно, можно вырастить. Я вот что могла, у меня 6 или 8 корней так сварились, можно сказать. Сейчас еще покажу. Вот даже когда большие стебли, даже с большими стеблями, вот так верхушка, как нитка, выгорает и все. Потому что верхние, самые нежные, самые молодые листики. И возможно они не выдерживают такой температуры, резкой смены или чего-то. Но у меня вот несколько штук. Остальное поле нормальное высадила, несколько штук. Я вот эти выдергивать не стала, потому что мне они нужны именно для поддержания семенного сорта, для того, чтобы взять с них семена на развод на будущий год. Если у вас совсем уже крайняя ситуация, нечем заменить, оставьте ее, не выбрасывайте. Можно вырастить через пасынок. Когда я высаживала, никаких пасынков здесь не было, видите, вот уже появилось два нормальных пасынка, потому что грунт внизу влажный. Я их поливаю, я за ними ухаживаю. И само-то растение, корневая система вся целая. Вот этот верхний пасынок я оставлю, из него вырастет такое же растение, как было бы, но просто на неделю или дней на десять позже. Вот видите, все по-разному сорта переносят и жару, и все. Я вот высаживала их все вместе, какие-то прям зеленые колосятся, ничего им. Какие-то вот тут вот, видите, умерла. А также верхушка вся выжглась, и все. Но тут же рядом, на этом же поле, есть растения, которые вообще не подумаешь, что они высажены в жару. У нас 10 дней подряд вот изнуряющий зной был. Вот это жиростойки, а тут, по-моему, толстый ботсман. Вот с этого поля, это поле у меня тоже огромное, длинное-длинное-длинное, у нас там, тут на горе, вот 6 или 8 экземпляров не выдержали такой жары. А остальные пережили нормально, уже зацветают. Вот, конечно, нижние листья, те листья, с которыми они были высажены, старые, они отсохнут. Но ничего, я сейчас их палочком привяжу, нижние листья удалю, и они начнут расти нормальной жизнью. А про сгоревшие, вот могу сказать такое. Если есть чем заменить, меняйте. Если нечем заменить, значит ждите, когда отрастет пасынок от стебля. Посмотрите, если стебель целый, вот сам, хотя бы там 5-10 сантиметров, немножко, там обязательно появится пасынок. Помидоры очень живучие. Они, потеряв даже верхушку, могут отрасти или прикорневой пасынок, или пасынок, вот там, где был первый листик. Не отчаивайтесь. Я вот лично Миле хочу сказать, что, конечно, так неприятно читать вот такие сообщения, когда у людей какие-то потери, какие-то убытки. Я-то к этому отношусь более-менее. Вы видите, что у меня их много. Если у меня вот с 200, которые я здесь высадила, ну 5-6 не принялись или сгорели, я заменю их другими. Ну, сложно человеку, у которых всего несколько штук, из них половина сгорела. Не отчаивайтесь. Замените, если нечем, ждите пасынок. Пусть будет он чуть-чуть попозже плодоносить. Но томат все равно вырастет. Все, до свидания.